Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру и мы продолжим разговор о книге «Деяний апостолов», обратимся к 15 главе. В центре повествования 15 главы «Деяний» так называемый «Апостольский собор в Иерусалиме» в 49 году. Ну, собственно, почему так называемый? Это действительно собор, совещание, которое произошло в Иерусалиме. И 49 год, в общем, практически никем всерьез не оспариваемая дата. Хотя, конечно, здесь нет указаний достаточно точных, но абсолютно большинство исследователей, историков исходят из того, что эти события произошли примерно в 49 году. Начинается рассказ евангелиста Луки о событиях, которые происходят в Антиохии, куда в конце предыдущей главы вернулись Варнавы, Павел и другие их спутники. И здесь в Антиохию приходят некоторые из Иудеи и учат братьев, если не обрежетесь по обряду Моисея, вы не можете спастишь. Ну и, в общем, я бы сказал, в голосе евангелиста, в его интонации слышится некоторая неловкость, потому что, с одной стороны, эти пришедшие из Иудеи говорят чушь, а с другой стороны, они братья. Речь идет о том, что христиане, иудеи, конкретно, видимо, Иерусалима, как мы увидим дальше в пятом стихе, уверовавшие из фарисейской ереси. Здесь ересь имеется в виду в строгом смысле слова, греческого «эресис», выбор, да, вот направление фарисейское, здесь нет оценочной категории, что ересь там плохое, вредное, там какое-нибудь нелепое лжеучение, нет, вот это направление. Те, кто пришли в Антиохию, вот, видимо, были как раз из этой фарисейской ереси, во всяком случае, они были из тех людей, которые считали, считали, что надо стараться не особо выделяться и не конфликтовать с иудеями, чтобы иерусалимская община могла жить свободно, спокойно, чтобы не наезжали фарисеи, саддуки, еще какие-нибудь ревнители в Иерусалиме, не говорили, что вы там осквернены, принимаете язычников, садите, преломляете с ними хлеб, вы не иудеи, вас надо изгнать, прочее, прочее. Вот, чтобы обеспечить некоторую благостную обстановку для иерусалимской христианской общины, они пытаются заставить всех христиан, в том числе в Антиохии, довольно далеко вообще-то, тем не менее, в том числе в Антиохии, обрезываться и соблюдать Моисеев закон. О чем, насколько мы можем судить, Господь не говорил ничего. И в евангельских текстах, которые записываются, компилируются разными авторами, Лукои в том числе, в эпоху послеописываемых событий, в общем, об этом тоже ничего мы не обнаружим. Тем не менее, эти иудеи, Павел, кстати, в своих письмах называет их иудействующими, что достаточно точно. Вот они считают, что надо и все. Хотите обратиться к Иисусу Христу? Он наш еврейский Христос, спаситель нашего иудейского народа, что правда. Поэтому обрезывайтесь, становитесь иудеями, и все у вас будет дальше хорошо. А в общем, неожиданная мысль. И для язычников, которые обратились после проповеди Павла, Варнавы, других апостолов, это неожиданность именно, потому что им говорили, Бог послал спасителя Израилю, Израиль его убил, ну, там, руками беззаконных, Бог его воскресил, и теперь вот он обращается ко всем, кто его услышит. Ну, и обычно апостолы наверняка в такой момент пересказывали притчу о званых на вечерю. И сами апостолы действовали к тому же принципу. Проповедовали иудеям, получали враждебный отклик, по крайней мере, частично, и дальше уходили проповедовать к язычникам. То есть, их проповедь в этом смысле была вполне себе иллюстрацией себя самой. Почему вдруг надо становиться иудеями, было непонятно. строго говоря, в Священном Писании Ветхого Завета можно при некотором желании найти как цитаты в пользу того, что надо присоединиться к народу Божьему, так и цитаты в прямом противоположном направлении о том, что Бог призывает язычников. И это один из тех примеров, когда мы понимаем, что надо думать о сути происходящего, и невозможно ограничиться цитатами. Ну, тогда, по крайней мере, в первом поколении христиан это еще как-то понимали. Пару столетий спустя в процессе разнообразных споров о вероучительных деталях вот забрасывать друг друга и бить друг друга по голове цитатами, нередко вырванными из контекста, не имеющими отношения к тому, о чем там пишут евангелисты или другие библейские авторы, это стало нормой и оставалось нормой, и, в общем, даже, я бы сказал, осталось нормой для всех христианских направлений по всю печальную пору. Некоторая публика, успешно учившаяся в русских семинарах, на рубеже 19-20 века, а-ля, например, некто Джугашвили, потом применяли этот навык в борьбе с оппортунистами, и появилось у них название «Бой цитат», когда цитатами из классиков марксизма и ленинизма они пытались раздавить какие-нибудь противоположные точки зрения. Ну, марксисты все хороши, не наша с вами задача обсуждать их, однако вот этот метод, я тебе одну цитату, ты мне другую, мы видим, как он идет из фарисейской среды, из фарисейской среды, от тех людей, которые привыкли так думать, привыкли так спорить, и, тем не менее, уверовали, стали христианами, учениками Иисуса Христа не умеют по-другому или не успевают задуматься, не успевают задуматься. Поэтому у них вот такая вот логика и мысли тоже коротенькие, прямые, как у Буратино. Значит, Иисус, иудейский мессия, значит, надо в два этапа, сначала стать иудеем, потом стать христианином. И все тут, и все тут. Думаю, что даже соображения мимикрии Иерусалимской общины, ее безопасности, здесь отступали на второй план. Не они были в центре внимания. Некоторые исследователи, кстати, говорят, что вообще фарисеям и христианам с фарисеев было обидно. Как же так? Мы столько всего соблюдаем, это очень трудно, это очень трудно. Это правда очень трудно. И весь этот кашрут, и все эти доски для рыбы и для мяса, и все эти требования сеять пшеницу не ближе четырех локтей, это отграда виноградника. Надо вспомнить сначала, потом эти четыре локтя отмерить и вытоптать. Ну, вот. Столько всего приходится иудеям, фарисеям соблюдать. А можно, оказывается, так просто. И Павел в письмах, и Лука стараются не формулировать это в явном виде, не говорить, что на самом деле себя надо менять, сердце свое. Это важно. А в Евангелии, да, Господь говорит, того следовало держаться и это не оставлять. Есть первостепенное и второстепенное. Трудно очень принять, что то, что ты, в общем, стараешься соблюдать с детства и очень гордишься, потому что соблюдать это трудно. Да, вот это на самом деле второстепенные вещи, и нет в них ничего такого подвижнического. Кстати, опять же, к слову, христианские подвижники тоже нередко вменяют себе в подвиг какие-нибудь вещи, которые, в общем, все остальные люди считают, само собой, разумеющимися, вроде целомудрия. Вот. Мотивы этих иудеев, повторю, могут быть по-разному интерпретированы, но факты остаются фактом. Они приходят к язычникам, которые молятся Богу, преломляют хлеб, в которых говорит Дух Божий в их сердцах, среди них происходят чудеса, они радуются, их глаза светятся жизнью, что, собственно, есть самый явный признак здесь Дух Святого. И говорят этим людям, нет, вы еще не дохристиане, вы еще, вам надо еще, вот, значит, обрезываться. Произошло, Лука так пишет тоже, стараясь, видимо, никого не обидеть, понимаешь, его будут читать разные люди, произошло разногласие и немалое состязание у Павла и Варнавы с ними, разногласие и немалое состязание. То есть, очень они интенсивно спорили и, в конце концов, ничего не смогли решить. И, кроме того, что, ладно, пусть Павел и Варнавы и еще некоторые другие, целая делегация отправятся к апостолам и пресвитерам в Иерусалим. И вот они отправляются, идут длинной дорогой через Финикию, через Самарию, везде в общинах христиан рассказывают об обращении язычников и производили радость великую во всех братьях. Лука хочет, явно, чтобы мы увидели, что, грубо говоря, нормальные христиане, нормальные радуются обращению язычников. И только эти иудействующие по каким-то непостижимым причинам не от Бога исходящим, в общем, подспудно имеет в виду Лука, не от Бога исходящим причинам недовольны и возмущаются, и протестуют. А так, в общем, здравомысленные христиане радуются. И вот Павел с Варнавой прибывают в Иерусалим и приняты церковью, апостолами и пресвитерами. Ну, судя по выражению евангелиста Луки, могли ведь и не быть приняты. И потом, ближе к концу в следующих главах мы увидим, что и впрямь после отшествия апостолов Иерусалимская христианская община не очень-то принимает Павла. Здесь, да, апостолы, сама церковь, пресвитеры, все принимают Павла в общение, то есть допускают к преломлению хлеба и разговаривают с ним и дают ему возможность говорить. И вот они возвестили все, что Бог сотворил с ними, как отверст дверь веры язычникам. Рассказывают об этом, рассказывают, ссылаясь на то, что это Бог делает. То есть так же, как Петр после того, как крестил Корнилия, да, говорит, а что я мог сделать, если Бог дал ему Дух Святого? Кто я такой, чтобы препятствовать ему креститься? Так примерно рассуждают и Павел с Варнавой, так рассказывают. Ну и вот здесь в Иерусалиме тоже уверовавшие из фарисейской ереси начинают противоречить, спорить, говорить всякие свои возражения и доказывают, что надо было этих язычников обрезывать. Да. И вот апостолы и пресвятеры собрались для рассуждения, для того, чтобы это все рассмотреть, чтобы принять некое решение. это по крайней мере в интерпретации Луки первый случай подобного рода собрания, когда решение не очевидно всем, не очевидно всем, не единогласно. есть люди, которые думают одно, думают другое. И такое впечатление, что для христиан того времени это неожиданная ситуация, неожиданная. у них нет механизма идеи, как же это сделать. Вот они собираются. И начинает Петр, то есть он не начинает там целый длинный разговор, длинное рассуждение, но аргументацию основную приводит Петр. Он встает и напоминает о том, что это меня Бог с первых дней избрал, чтобы из моих уст язычники услышали слово Евангелие. То есть он говорит, а что вы прицепились к Павлу и Варнаве, когда первый начал я? Через меня это Бог делал. Ну правда, в самом деле, почему тогда не предъявлять претензии Петру, а предъявлять претензии Павлу и Варнаве, которые в этот момент находятся в Антиохии, которым трудно откликнуться, ответить, и главное, эти самые уверовавшие из фарисеев всегда могут сказать, вся Иерусалимская община, вся церковь нас поддерживает. Петр говорит, я начал, это я через меня первого, и сердцеведет Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам. Даровав им Духа Святого, как и нам. Вот это главное свидетельство, главное, что воля Божья в том, чтобы принять этих людей в свою церковь. Ну, то есть, большинство в этот момент склонно, ну, те, кто занимает позицию Петра и Павла, склонно заключить, что ну, как-то Бог сам будет решать эту проблему. Да, для нас вопрос, как можно стать учениками и последователями иудейского мессии, не будучи иудеем, но Бог как-то это знает. Вот он дает Духа Святого, с остальным он сам разберется, как это сделать, как невозможное с нашей, так сказать, теологической точки зрения. Павел потом в письмах будет много подробно об этом говорить, но здесь вот так, сердцеведец Бог дал им свидетельство Духа и все, и вопрос на этом с точки зрения Петра закрывается, и он говорит, что вы ныне искушаете Бога, желая возложить на них бремя. Обратите внимание, Петр говорит, бремя, которые не могли понести ни мы, ни отцы наши, потому что он тоже, как, по-видимому, и большинство его современников, полагает, что закон вещь, которую исполнить до конца невозможно. и это, вероятно, кстати, одна из таких содержательных констант фарисейского учения, фарисейских взглядов и фарисейской проповеди. Мы не могли это сделать, но Петр говорит, ну хорошо, а тогда зачем, какой смысл возлагать на них обязанность, которую никто, в том числе возлагающий, исполнить не могут. И вот в 11 стихе Петр говорит, но мы же веруем не в то, что это бремя закона нас спасает, мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, мы, и они тоже, и они тоже. Вот мы веруем, что спасаемся благодатью Иисуса Христа. Это благой дар. Конечно, некоторую трудность вызывает совершенно привычное и, казалось бы, банальное слово благодать. Ну, потому что нам часто кажется, что это вроде как там да пребудет с вами сила в «Звездных войнах». Что-то такое, что, соответственно, действует, не знаю, меняет что-то. А Петр для Петра, конечно, как и для других христиан его поколения, принципиально важно, что это подарок, счастливый подарок, благодать, счастливый подарок. Вот Христос дарит прощение, Христос дарит свое сердце, Христос дарит принятие нас в его общину, Христос дарит таинство, дарит свою плоть и кровь, и вот это все называется счастливый подарок, благой дар. Вот что имеет в виду Петр благим даром, Господа Иисуса Христа мы спасемся, а не потому, что мы сделаемся способными допрыгнуть до неба. Ну и вот Петру удалось заставить всех прислушаться, вдуматься, умолкло все собрание, слушал Варнаву и Павла, которые снова, снова, снова рассказывали все то же самое, как слепорожденные на фарисейском допросе. Что вы меня спрашиваете еще раз, я вам уже все рассказал. Вот снова, 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 и когда они умолкли, начинается речь апостола Иакова, брата Господня. Ну, вообще говоря, конечно, евангелист снова не уточняет, не дает, так сказать, биографическую справку, но традиционное, всерьез, неоспаиваемое понимание, что речь идет об апостоле Иаковой, брате Господнем, первом, епископе Иерусалима. Является ли он тогда возглавителем Иерусалимской общины, потому что апостолы еще здесь, или или нет, или апостолы разошлись, Иаков стал главой общины, а сюда на собор некоторые из апостолов вернулись, это исторические толкования, которые, в конце концов, принципиально судилы не меняют, а важно, что выводы Иакова следующие, он говорит, слушайте меня, вот нам Симон разъяснил, что Бог первоначально призрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое, это Бог начал, и поэтому не обсуждается, он призрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое, речь идет именно о присоединении язычников к народу Божьему, но не через обрезание, а через благой дар Иисуса Христа. Иаков, как принято у многих в те времена, по крайней мере, из фарисейской ереси уверовавших, кстати, и Павел, Павел тоже так иногда делает, и вот другие, Иаков обращается к цитатам и говорит, «Вот написано «Обращусь воссоздам в скинею Давидову Патушу, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое». Он приводит лишь одну из многочисленных цитат. На самом деле, если уж обращаться к Ветхому Завету, к Священному Писанию, которое, собственно, и является для апостольского поколения Священным Писанием, это в основном Пророки и некоторые другие книги как Тора, то практически все ведь авторы пророческих книг, те, кого мы называем пророками-писателями, не просто возвещавшими правду Божью и призывавшими привести жизнь в соответствии с этой правдой, но и записавшим свои книги, вот из этих пророков-писателей да практически все придерживаются взглядов, которые получили в библийске название пророческий универсализм. Универсализм в том смысле, что для пророков призыв Божий, служение народа Израилева и все, что происходит, делается во свидетельство всем народам. «Вы мне свидетели», говорит Бог через Исаио Вавилонского выходящим из плена людям, «Вы мне свидетели от Иерусалима и Самарии даже до последних земли», говорит Господь своим ученикам при Вознесении, и ну вот такого рода выражений можно найти очень много, ну практически впрямь у каждого из пророков, это целое направление, направление. Многие авторы псалмов придерживаются тех же взглядов, есть среди библейских авторов люди, которые придерживаются прямо противоположных взглядов, ну отчасти среди мудрых Израиля, ну и особенно среди авторов исторических книг. Но все-таки вот мы видим, как апостол Иаков обращается именно к пророкам, именно к пророчеству, и многие другие в этой дискуссии тоже, потому что пророческий универсализм находит свое воплощение именно в служении благовествования, которое совершают христиане. И вот Иаков предлагает, раз так, раз вообще-то это Богом задумано давным-давно, и он нам об этом говорил, и что он хочет, чтобы ему взыскали все народы, взыскали, захотели найти, захотели встретиться. Вот я посылаю на землю голод, не голод хлеба и не жажду воды, а жажду слышания слов Господних. Вот, да, чтобы взыскали Господа все народы, между которыми возвестится имя Божье. Иаков тем самым говорит, что ну вот Павел и Варнал восвещают имя Бога между народами, народы откликаются, все как написано, ничего вообще тут выдумывать. И поэтому он предлагает решение, я полагаю, не затруднять обращающихся к Богу изъязычников, а потребовать от них воздерживаться от оскверненного идолами, ну, то есть от пищи, которая принесена в жертвы идолам, соответственно, там какие-нибудь заколания жертв на алтарях, ну, и потом, чтобы не пропадать добро, продается на рынке. От блуду удавленные крови и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Ну, обычно говорят, что это заповеди Ноева завета. В строгом смысле слова выдерживаться от удавлененной крови заповедь Ноева завета. Но традиция, да и иудейская тоже, не только христианская, включает также сюда и воздержание от идолы жертвенного, от блуда, и вот эту вот Максиму из Торы «Не делай другому того, чего не хочешь себе». Может быть, Иаков здесь предлагает некоторую уже известную формулировку, наиболее, так сказать, конспективное выражение закона Божьего для язычников. Весьма вероятно, вопрос, по крайней мере, о такой формулировке возникал в ту эпоху и раньше, в те дни, когда Господь был совсем младенцем и даже еще раньше. Вопрос о том, как надо сформулировать закон Божий, чтобы он был сформулирован в полноте и, тем не менее, был достаточно кратким. Какая заповедь наибольшая? Так звучит этот вопрос и отголоски этого спора, который мы увидим в Евангелии с вами. Стало быть, какая заповедь наибольшая? Кто-то говорит «Возлюби Бога, возлюби ближнего», а кто-то говорит примерно так, как здесь формулирует Иаков. Так что, возможно, это готовая формулировка обиходная, скажем так. Однако ж, тем не менее, довольно важно действительно всерьез отнестись к этим словам, потому что Иаков говорит, что для того, чтобы быть христианином, быть учеником Иисуса Христа, наверное, требуются некоторые предварительные условия. Это отказ от поклонения идолам. Павел потом в послании к Рингленам и Коринфинам тоже будет достаточно подробно рассуждать, как здесь быть, там, ешьте без исследований, не спрашивайте. Это, так сказать, разговор сильно впереди, через десять лет после апостольского собора. Здесь же для тех, кто слушает Иаков, важен вот этот безусловный отказ от всего, что связано с идлопоклонством. Безусловный отказ. Никакой эклектики, никакой эклектики, ну, в общем, довольно ригористичная позиция, и в истории христиан нередко трудно. Каждая поместная христианская община сталкивается с тем, что постепенно в ней накапливаются обычаи совершенно языческие по своей сути, с которыми очень трудно бороться, ну, какие-нибудь то блины есть, то праздновать день рождения Бога в день, когда продолжительность святового дня прибавляется, то прыгать через кости, чего только нету. Вот это вот на самом деле воздерживаться от идлопоклонства, от магии очень непростая задача. Мы никто в должной мере, я бы сказал, с ней не справляемся. Это работа буквально для каждого поколения. И две тысячи лет убеждают нас в этом. теперь дальше здесь говорится о обязательствах, обязанностях человека. Ты обещал любовь, значит, ты воздерживаешься от блуда. Вот на самом деле это тоже очень серьезная, серьезный призыв к тому, кем ты призван быть, кем тебе следует быть. в отношениях с людьми про удавленную и кровь, ну, в большей степени речь идет в конце концов о жестокости, не о том, что именно надо резать так или эдак этих самых животных сельскохозяйственных, речь идет о жестокости, о жестокости, которой наполнена наша жизнь, в том числе наши отношения с природой. И вот, чтобы не делали другим того, чего они хотят себе. Ну, а как без этого? Без этого невозможно. И вот, смотрите, дальше апостол Иаков говорит, в конце концов, закон Моисеев каждую субботу проповедуется в синагогах. И все вот эти язычники в Антиокии, там, 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 везде, там есть синагоги. И многие из них туда ходили. Закон проповедуется, что нам, это не наша ответственность, наша ответственность свидетельствовать о воскресении Христовом. Если Богу надо провести этих людей путем закона, он бы их провел, он там есть, проповедуется этот закон, да, по всем городам, закон имеет проповедующих его и читается в синагогах. И не нуждается в усилиях, которые пытаются навязать, так сказать, христианам эти самые уйдернувшие из фарисейской гереси. Ну, и вторая половина главы говорит нам о том, что вот апостолы и пресвытары со всей церкви вместе решили послать в антиохию с Павлом и Варнавой несколько человек, Иуду Варсаву, Силуана или Силу, да, и составляют некоторые послания, послания, где повторяется в общем все то же самое, что мы видим в речи Иакова. В послании говорится, что некоторые вышедшие от нас смутили вас своими речами, поколебали ваши души, ну, в общем, такая форма извинения, да, говоря, что должно обрезаться, соблюдать закон, чего мы им не поручали, то есть, по-видимому, иудейские в Иерусалиме говорили, что за нами первенствующая церковь Иерусалимская христианская община, вот они там все такие, они правда там были все иудеями, но это не значит, что надо всем язычком обрезаться, вот, и типа они поддерживают то, что мы вам рассказываем, нет, иерусалимские христиане в письме пишут, мы им этого не поручали, не поручали, да, но мы решили отправить вам людей с поручением, да, они передадут вам то, то, что мы поручаем, эти вам пропагандировали обрезание без нашего поручения, а вот люди, которых мы посылаем, скажут то, что мы им поручим, ну и дальше в 28 стихе замечательные выражения, ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого времени, кроме всего необходимого, ну вот такая вот формулировка, угодно Святому Духу и нам, вообще тут Святой Дух на первом месте, это важно, кроме того, братья, составляющие это послание, действительно находятся в Духе и им угодно то, что угодно Святому Духу, ну и перечисляются те требования, которые, собственно, уже были сформулированы в речи апостола Иакова, и все они вместе прибывают в Иерусалим, Иуда, Сила, Павел, Варнава, вероятно, другие члены делегации из Антиохии и вручают письмо и Иерусалим, простите, антиохийские христиане возрадовались, получив утешение и узнав, что от них требуется то, что в общем они и так понимают и то, что они и так стараются исполнить и понятно, для чего требуется то, что от них требуется, то, что обрезание непонятно, для чего от них требовалось бы. Ну и вот дальше Иуда и Сила преподает братьям наставление, будучи пророками. на самом деле, заметить необходимо еще один важный момент во всей этой истории. вот Иерусалимская христианская община со всем ее авторитетом, Иаковым, братом Господним, апостолом, пресвятовым, все, Иерусалимская христианская община считает для себя обязательным некоторый набор принципов. Иудей благочестивый, соблюдаешь закон, крестился во имя Мессии Иисуса, соблюдаешь Его заповеди, преломляешь хлеб, там, ну, вот, некоторая картина веры. Антиохийская община неудеев крестились во имя Иисуса, соблюдаем Его заповеди, преломляем хлеб, то, что очевидно и естественно как проявление человеколюбия, если хотите, или уважение к Богу, вот такие вещи, да, в Ветхом Законе мы соблюдаем, само собой, разумеется, ну, а обрядовые какие-то вещи, особенности, вплоть до обрезания, ну, как бы, непонятно, зачем они нужны, мы не считаем нужным, да, не соблюдаем их. Две разные картины веры, прям два разных вероучения в Иерусалиме и Антихии, два разных и никто не делает из этого проблемы. Никто не исповедует принцип единообразия, они, христиане Антихии, другие, другие требования к ним предъявляют. Вот фарисействующие, иудеи из фарисейской ереси, уверовавшие, вот они требуют единообразия, но их-то именно апостольский собор и ставит на место, не разделяя их позиции. Очень тоже получительная вещь сегодня христиане обличают друг друга на основании того, кто ходит крестным ходом по часовой стрелке, кто против. Я уж не говорю о каких-то более содержательных вещах и совершенно не в состоянии от принципа единообразия не то, чтобы отказаться, хотя бы чуть-чуть отстраниться. Ну вот поучительно. Невозможно сказать, кто прав, кто виноват или кто не прав, кто более прав, не не прав. Ну вот в 49-м году апостолы видят мир, видят проблему, видят церковь. Вот так. Ну и кроме того, в заключение 15-й главы попал уже рассказ о следующем путешествии Павла. И здесь говорится о том, что Павел с Варнавой Павел предлагает пройти снова по тем городам, где они основали христианские общины, посетить их, посмотреть, как они живут, может быть, чем-то помочь. Ну и опять из-за будущего евангелиста Марка возникает огорчение, как выражается евангелист Лука, потому что Варнава хочет Марка взять, по преданию Марк был его племянником, а Павел недоволен, не одобряет, не одобрил того, что в какой-то момент Марк от них отделился и пошел в Иерусалим по каким-то причинам, о которых никто не сообщает, даже предания, даже легенды. Ну вот и Павел счел это проявлением некоторой ненадежности и поэтому не хочет брать Иоанна Марка, ну и соответственно Варнава теперь идет в одну сторону с Марком, Павел в другую сторону без Марка. кстати заметим, что впоследствии судя по письмам Павла они помирились и вовсе не было это огорчение таким продолжительным или целожизненным, но в этот момент да, вот так по-разному люди видят и поступают в соответствии с этим иногда огорчая друг друга. Продолжение следует...